Семь пострадавших и двое погибших. Как и почему произошла авария под Правдинском? Поедем по-новому? Маршрутную схему Калининграда наконец-то утвердили. И только синее небо над головой. Жители улицы Черняховского больше двух месяцев живут без крыши. Вынесли на ковальню и молот. Калининградских кузнецов обокрали на 2 миллиона. 12 тысяч свай на один стадион. Как город готовится к чемпионату мира по футболу? Здравствуйте! В эфире служба новостей город в студии Мария Лукьянова. Я и мои коллеги расскажут вам о событиях вторника 20 октября. И главной теме. Двое погибли, еще семь человек находятся в тяжелом состоянии в больнице. В Подправдинском грузовик столкнулся с автобусом. Страшная авария случилась накануне. Сегодня уже появились первые подробности. По чьей вине произошла трагедия? Какое состояние пострадавших и какие компенсации получат семьи погибших? Выясняла Ольга Федорова. Мне вообще друг позвонил, знакомый, не знаю, как живет. Видел мою машину, что мы подвозили людей к автобусу. Говорит, ты своих что ли отправлял в Черняковск? Я говорю, да. Брат, с другом в Черняковск поехали. Он говорит, они не доехали. Я говорю, как не доехали? Говорит, ну вот автобус там. Сегодня близкие погибшего Анатолия Дубоноса вспоминают. Было нехорошее предчувствие. Полностью слепого родственника они как могли отговаривали от поездки. Приехал, смотрю, в канаве лежит. Конечно, сразу узнал. Девочка рядом, в пяти метрах, может, молодая очень. Анатолий Дубонос не проехал в автобусе и пяти километров. От 21-летней Виктории Осадчи вовсе оставалась всего одна остановка. Девушка выросла в поселке Крылова, неподалеку от которого и произошла авария. Выезд грузового мана через сплошную на встречную полосу привел к лобовому удару с рейсовым автобусом и к огромной человеческой трагедии. От удара автобус вылетел с трассы. Поднимать из канавы его пришлось краном, а раненых доставали с помощью спецтехники. Столкновение было такой силой, что первые несколько сидений в автобусе оказались смяты, говорят очевидцы. Грузовик тоже получил значительные повреждения. Сегодня он до сих пор стоит у дороги. В кабине остались даже личные вещи водителя. Кстати, сам водитель автомобиля МАН пострадал гораздо меньше, чем некоторые из пассажиров автобуса. С переломом ноги его доставили в центральную городскую больницу. В Калининградскую больницу привезли семь человек – оба водителя и пассажиры. Двое из них сейчас находятся в реанимации. Которые в реанимации находятся – это тяжелые больные с политравмой. На утро у них состояние стабилизировалось, но они там будут находиться еще 2-3 дня для полной стабилизации. В реанимации, которые находятся в нейрохирургии, они закрыты черепно-мозговой травмой. Там тоже небольшие ссадины есть, но состояние можно расценить как среднюю степень тяжести. Сегодня утром одну из пострадавших в аварии уже выписали. Пациентам с самыми тяжелыми травмами предстоит длительное лечение. Трагедию в своем твиттере уже прокомментировал Николай Цуканов. Оперативно сработали все службы. Пострадавшие госпитализированы. Правительство области проконтролирует оказание им дальнейшей помощи. Губернатор также выразил соболезнования родным погибших в аварии. Вопрос с компенсациями уже решен. Компенсация будет, согласно закону. Пассажиры все застрахованы. Инкострах выплатит семьям, которые погибли по 2 миллиона 25 тысяч, которые пострадавшие, люди живые, дай бог, чтобы они все были здоровы. Там уже будут определять, какие суммы, я не могу точно сказать. Но всем без вопросов будет все выключено. А вот некоторые из 30 пассажиров автобуса номер 36, который в августе прошлого года упал с моста на улице Киевской, компенсации до сих пор не получили. Тогда в крови водителя обнаружили остаточные следы наркотического вещества. Накануне аварии он встречался со своей бывшей супругой. Возможно, это и сказалось на его психическом состоянии. Виновным в аварии под Правдинском, по данным полиции, уже признан водитель грузовика. Еще вчера у него взяли анализ крови. Теперь экспертиза определит, не был ли он пьян. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Возможное наказание – до 7 лет лишения свободы. Ольга Федорова, Екатерина Калиниченко, Служба новостей город. И к другим темам. Новая маршрутная сеть города утверждена. Команда специалистов из Санкт-Петербурга закончила работу над проектом. Основное нововведение – отказ от маршруток. Напомним, у калининградцев также была возможность высказать свои замечания и предложения. Специалисты определили необходимое количество всех видов транспортов. Ликвидируют порядка 18 маршрутов. По новой схеме останутся 2 трамвайных, 7 троллейбусных и 50 автобусных. По расчетам экспертов из Санкт-Петербурга, самым популярным будет маршрут номер 32. Конечные пункты – Силикатный завод и улица Артиллерийская. Предполагается, что ежедневно он будет перевозить 23 300 пассажиров. Порядка 40 тысяч калининградцев в сутки предпочтут трамвай номер 5. Самым востребованным из троллейбусов будет маршрут номер 9, который следует от улицы Кашевого до Чайковского. Им воспользуются ежедневно до 28 тысяч пассажиров. Однако данный вариант схемы нельзя считать окончательным. Акт выполненных работ мэрии Калининграда пока не подписан. Что разрешили ввозить в Россию из Швейцарии и чем планируют заменить лишение свободы? Расскажем далее в новостях короткой строкой. Россельхознадзор разрешил предприятиям Швейцарии поставлять в Россию сыр и готовую мясную продукцию. Пока ввозить продукты смогут 8 из 13 проверенных организаций. Однако на ноябрь 2015 года запланированы переговоры о возможности импорта продуктов остальных пяти поставщиков. Депутаты хотят отправлять за ненасильственные преступления в армию. Проект рассчитан на мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Как альтернативу уголовному наказанию планируется ввести прохождение военной службы на период равный сроку лишения свободы. Часть сквера напротив спорткомплекса «Юность» отдадут под парковку. Сейчас нам идет строительство гостиницы. Стоянка станет общегородской. Окончательное решение о передаче привод на очередном заседании горсовета. Жители области приглашают принять участие во Всероссийском географическом диктанте. Образовательная акция пройдет во всех регионах России 1 ноября в 12 часов по местному времени. Тест можно будет написать в БФУ имени Канта и лицея номер 10 города Советска. На выполнение всех заданий отводится 60 минут и 100 мест. Вход свободный. Первый городской канал запустил социальную акцию «Сдай бумагу, помоги детям». Весь октябрь мы принимаем макулатуру от организации. Вырученные деньги пойдут на благотворительность. Генеральные партнеры акции – предприятие по сбору вторичного сырья и переработке отходов. Компания «Форест» и страховая компания «Росгострах». Вопросом участия звоните 512 972. Акция продлится до 8 ноября. Первый музыкальный от первого городского наш телеканал объявляет новый конкурс. Исполни любимую песню в караоке и получи взамен студийную запись и собственный клип. Отборочный тур стартует уже 21 октября. А в четверг в 20.00 в ресторанном комплексе «Резиденция королей». В состав жюри войдут известные люди города. Из всех пришельших они выберут самых талантливых, музыкальных и ярких участников караоке-битвы. 10 счастливчиков станут участниками нашего нового реалити-шоу. Мы ждем всех желающих. «Мэрия, верни нашу крышу!» Такой плакат накануне вывесили жильцы дома на улице Черняховского. Здание в центре города ремонтируют уже два месяца. Начали с кровли, но, похоже, на этом и закончили. Ведь все это время квартиры калининградцев заливает в подъезде, гуляет ветер. А вот спустя сутки после акции «Отчаяние» на место все же приехали чиновники. Там же побывал и наш дежурный по городу. Плакат сняли через несколько часов. Один баннер оказался эффективнее, чем десятки писем в администрацию города, губернатору и даже президенту. Однако первыми на жильцов обратили внимание не сотрудники ЖКХ, а полиция. Ко мне милиция заходит вчера в пятом часу. Говорю, вы вывешивали? Я говорю, только мне 80 лет вывешивайте. А что тут люди сделали плохого, что повесили? Я говорю, что же вы нам наделали? Наделали, мягко сказано, натворили. И так крыши лишили, так еще и потолок обрушили. В квартире на последнем этаже едва не произошла трагедия. К счастью, хозяев дома не было. За жильем присматривала соседка Надежда Алексеевна. Поднимали материалы краном, носили рабочие и бросают с размаху. Я поднялась наверх, слышала у меня квартиры рядом 14-й. Ладно, люстра ходит вот так. Я поднимаюсь, я говорю, вы что творите? Они говорят, ну и что, дом старый, пусть валится. Сказано, сделано. Огромными кусками окаменелой штукатурки сейчас устелен весь пол. С этой бедой не повезло только одной семье. Остальные страдают от потеков на стенах. Недавние дожди залили здания с четвертого по первой этажи. Неудивительно, когда над головой один полиэтилен. К слову, рабочие повредили и трубы. Поэтому отопление жильцы получили только на днях. Наверное, спасибо вам за то, что вы не роднодушны к судьбе своего же дома. И это, наверное, правильно. Да, потому что это правильно. А как иначе, если жители не видели рабочих полмесяца? Стройка стояла, холода наступали, а дожди учащались. И никто в мэрии не мог ответить, что происходит. Сегодня уход с объекта генподрядчик объяснил отсутствием финансирования. Заверил, что все проблемы уже позади. Строителям не оплатят прогулы. Квартиры фирма восстановит за свой счет. Крышу построят к концу ноября. Вот таким образом город готовит дома к чемпионату мира по футболу. Чтобы потом стыдно не было перед гостями. Кирилл Попов, дежурный по городу. Смотрите во второй части нашего выпуска. Вынесли накованию и молот. Калининградских кузнецов обокрали на 2 миллиона. 12 тысяч свай на один стадион. Как город готовится к чемпионату мира по футболу? Растопил сердце любимой льдом. Калининградец нестандартно признался в любви. Эти и другие новости после короткой рекламы. В эфире служба новостей города и мы продолжаем. Пьяный подросток из детдома заминировал магазин. Накануне в дежурную часть по телефону сообщили о террористическом акте. На вопрос о том, где именно заложена взрывчатка, злоумышленник не ответил. После чего связь с ним прервалась. Вскоре было установлено, что звонили из детского дома. Позже нашли и нетрезвого 17-летнего подозреваемого. И тревога оказалась ложной. Эфир продолжит криминальная рубрика. Здесь было все. Вот здесь была одна стойка с материалом. Вторая стойка с материалом. Вот стойка, смотрите. Вот стойка вся, в которой бы материал лежал. Конец рабочей недели Анны Аннуш-Ивановны не задался. В пятницу, 15 октября, она обнаружила свою кузницу пустой. Бизнесвумен не досчиталась 40 мангалов, металлической подставки и трех болгарок. А ущерб оценила в 165 тысяч рублей. Спустя три дня полиция задержала подозреваемых 27 и 29 лет. Оба работники кузницы недавно приняты в мастерскую. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Что нашли, то и перепрятали. Полиция обнаружила тайник черных копателей с боеприпасами времен Великой Отечественной войны. 663 патрона, 10 противопехотных мин, 5 гранат, а также различные детонаторы и взрыватели. Этот арсенал находился рядом с трассой Чкаловск-Люблина. Сейчас устанавливаются личности злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Во вторник утром на улице Энгельса легковушка врезалась в троллейбус. К слову, движения здесь односторонние, однако троллейбусу разрешено двигаться в противоположном направлении. Это и стало причиной ДТП. Водитель Ауди, выезжая со второстепенной дороги, посмотрел только направо. В аварии никто не пострадал. Полиция Гвардейска разыскивает 19-летнего Бланка Олега Юрьевича. Уже три месяца подросток не выходит на связь с родственниками. Есть сведения, что молодой человек склонен к бродяжничеству. Приметы. На вид 19 лет. Рост около 170 сантиметров. Среднее телосложение. Лицо округлой формы. Глаза голубые, волосы рыжие. На затылочной части головы имеется небольшой шрам-рубец. Если вам что-либо известно о местонахождении Олега Бланка, просьба сообщить об этом по телефону, который вы видите на своих экранах. Павел Ткачев, Кирилл Попов. Служба новостей. Город. Чрезвычайный и полномочный посол Литвы в России прибыл в Калининград. Самый важный вопрос обсуждения охлаждения отношений между гражданами двух соседствующих государств. Посол убежден, возобновление приятного обеим сторонам диалога возможно. Области сотрудничества также определены. Культура, туризм, бизнес, экология и безопасность. Основная цель визита – познакомиться с калининградцами. По словам посла, в странах Евросоюза взаимоотношения между Литвой и нашей областью долгие годы были примером. И сегодня с нашей территории не выводят свой бизнес граждане соседнего государства. А 20 тысяч калининградских школьников выбирает для изучения в качестве иностранного языка литовский. По пути диалога мы можем решать вопросы, безопасные в широком и узком смысле. С другой стороны, никому не выгодно. Из санкций никто не выиграл. Все проиграли. И та сторона, и та сторона. Из конфликтов тоже никто не выигрывает. И сегодня из того, что мы не общаемся, тоже никто не будет выигрывать. Есть также ряд практических задач. В первом полугодии 2016-го подпишут протокол об определении границ. Возвращение должности атташе по культуре позволит возродить многие традиционные для Калининграда фестивали и праздники. Еще одно предложение сотрудничества – совместные экологические проекты и акции. Старт дан! Накануне на острове вбили очередные 40 сваи. На этот раз на месте строительства подстанции «Береговая» к чемпионату мира по футболу 2018 года. Работы по забивке сваи под будущий стадион тем временем начались еще в сентябре. Занимается проектом местная компания. На этом заводе ежедневно производят 50 железобетонных конструкций, ведь именно так и выглядят сваи. Заместитель генерального директора Роман Кривцов проводит экскурсию и рассказывает, первую партию на остров Октябрьский отсюда отправили еще осенью. На сегодняшний момент изготовлено уже около 400 штук. Все производственные мощности предприятия задействованы на выполнение этого контракта. То есть выполняем основной вид продукции, которая сейчас стоит на потоке – это сваи. Первые сваи были, как можно назвать, в какой-то степени пробные. Забивались они еще в сентябре месяце. То есть сейчас уже мы работаем, это нельзя назвать пробные какие-то партии, и сейчас работаем уже, исходя из производственной программы, то есть постоянными, каждодневными отгрузками для нужд компании, которая занимается строительством стадиона. В ближайший месяц рабочие планируют полностью закрыть контракт. К слову, прочность фундамента будущего стадиона будут обеспечивать около 20 тысяч свай, и каждая ввивается в грунт практически на всю длину – 28 метров. Напомним, чемпионат мира по футболу впервые в истории пройдет на территории России с 14 по 15 июля 2018 года. Калининградский стадион должен быть полностью готов к ноябрю 2017. Кстати, в сети уже появились первые снимки свежеизготовленных свай. Ну, а что еще обсуждали пользователи в интернете сегодня, смотрите далее. Борьба со столбами продолжается. Светлогорский гольф решил – хватит это терпеть – и атаковал фонарь. Не сдавайтесь, друзья, вместе мы победим ночные светила, – комментируют пользователи. В спортзале скучно? Пойдем-ка в обувной магазин. Обстановку сменить, да приятное с полезным совместить, – комментируют видео пользователи. Ну, а продавец правильно понял такой порыв. Экономия пространства по-калининградски. Главное, чтобы закрепили хорошо, а то ветерок дунет и двухколесные на голову кому-нибудь да улетят. Любовь этого парня не знает границ. Вырвать сердце из груди он, конечно, не стал, но выпилить его из глыбы льда все-таки решился. Романтика завидуют пользователи. Присоединяйтесь к нам в ВКонтакте, группа Первый городской канал. Участвуйте в конкурсах и розыгрышах. Делитесь фото и видео с хэштегом Первый городской канал. Чем еще запомнился вторник калининградцам? Об этом мы расскажем в нашем традиционном опросе. Я недавно получил права, и это меня очень радует на самом деле. Ну, еще то, что я переехал жить отдельно, и то, что у меня есть мой любимый пес Арес Палыч. Я переехал в Калининград буквально три дня назад из другого города вместе с семьей. Теперь будем жить здесь. Это очень хорошая новость. Несмотря на то, что нет солнца сегодня, в душе весна. Очень довольна внуками своими. Успехом внучки. Она ходит на танцы, занимается, шпагат делает, художественную школу, рисует очень красиво. Очень хорошие новости. Не подтвердился плохой диагноз. Что осень такая теплая и сухая. Мне очень нравится. На пенсии отдыхаю. Сыновья хорошую работу себе нашли. Один фирму открыл, другой кузнец. Хорошая работа, творческий работник. Ну что еще, внучка в школу пошла. Утром солнце, вечером дождь. Калининградская погода, как всегда, непредсказуема. А с прогнозом на завтра вас познакомит наша ведущая Анастасия Загозкина. Здравствуйте. Завтра 21 октября. В Англии празднуют День яблока. Ежегодное мероприятие, посвященное садам, фруктам, а также местным производителям. В этот день можно увидеть и попробовать множество сортов яблок, которые не продаются в магазинах. Калининградцы же варят из яблок варенье и компоты на зиму. О погоде в самом западном городе России расскажем далее. 21 октября в Калининграде днем пасмурно, плюс 11. К вечеру небо не прояснится, а столбик термометра так и останется на отметке плюс 11. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. И это все новости на сегодня. Если и вам есть что рассказать городу, позвоните к нам в редакцию по телефону 555-085. А в студии с вами была Мария Лукьянова. До встречи в эфире и хороших вам новостей. Продолжение следует...